всем привет не удивляйтесь что я без лака на ногтях это неспроста магазин борт протистор мне снова выслал небольшую посылочку то что я сама выбрала было несколько блесток пару лаков для стемпинга одна плитка предлагаю незамедлительно начать и начать я хочу именно с блесток я уже подготовила свои ногти нанесла на них базу под глиттер у меня от pink up есть также от dance legend например и я хочу попробовать смешать блестки с лаком я выбрала вот такой желейный лак от марки el corazon он не дает очень плотного покрытия то есть он представляет собой вот такое вот как молочко беленькое вот так выглядит блестки в баночке у меня вот есть такая крышечка в которую я сейчас накапаю немножко лака и добавлю чуть-чуть блесток получается вот такая смесь я думаю что в бутылочке я смешаю чуть больше лака и чуть меньше блесток но в принципе пока что мне очень нравится что получается у меня сейчас есть вот такая пустая бутылочка от умной эмали другой нет вот что у нас сейчас видно в бутылочки и я рискну попробовать накрасить этим ногти и вот что у нас получилось в первый слой сейчас я дам подсохнуть первому стою и накрашу второй вот так выглядит этот лак в два слоя и мне кажется больше и не надо сейчас я высушу его и может быть даже сверху еще заштампуем в общем эксперимент с блестками пока считаю удавшимся мне кажется вполне себе достойный франкен получился носибельный веселенький в магазине я выбрала в этот раз вот такую плитку с затейливым флоральным каким-то узором ну таким не особо тематическим не навязчивым и сейчас попробую на вот этот маникюр который получился с нашим франкеном нанести стемпинг с этой плитки и вот что у нас получается в итоге плитка как я вижу надеюсь как вы видите хорошего качества оттиски получились четкие без проблем и сейчас давайте попробуем следующий вариант дизайна я тут подумала вдруг вам интересно будет ли это сделать? посмотреть как работает глиттерная база почему ее любят наносить вдруг кто-то не видел чем она хороша тем что как вы знаете обычно глиттерные лаки заставляют испытывать муки ада при снятии конных с глиттерной базой вы видите что происходит она просто снимается вот такой резиночкой у некоторых девчонок либо это определенные базы так наверное работают база снимается не резиночкой а как ну пластиночкой прямо вот и все осталось только дочистить где-то что-то аккуратно жидкостью для снятия лака и без всяких мучений все снято этот дизайн будет уже по знакомой вам техники буду демонстрировать вот эту плиточку и расписывать с помощью тинтов тинты у меня в этот раз будут от эль коррозон и я уже подготовила ногти выкрасила их просто базовым белым лаком и так поехали выходим а а а а а а и сейчас я буду использовать вот такую сиреневую глиттерную пудру для точечного украшения нашей росписи в последнее время мне очень нравится это делать сама по себе роспись смотрится очень интересно но когда точечно украшаешь еще и блестяшками какими то то получается вообще очень декоративное покрытие и прямо как маленькие картины если вам тоже нравится то давайте приступим сейчас я прохожу с прозрачным лаком в тех местах где я буду клеить блестяшки чтобы они лучше приклеились и и и вот такой у нас получается результат интересно смотрится правда и при этом узнать и не наляписто это выглядит потому что все очень маленькое сейчас мы снимаем в макро режиме но издали слегка играет только вот этот отблеск так глиттерных частичек в движения так особо не смотрится как что-то через чур вот напоминает мне знаете немного вышивку пайетками по шелку потому что цвета такие полупрозрачные в тинтах Как будто полупрозрачная ткань И вот эти блестяшки выложены в ряд Как в самом деле вышивка Я теперь вся в этих блестках, конечно, но ничего Дайте немного подсохнуть этому всему делу И после этого покройте топом, чтобы защитить ваш рисунок В этом сюжете не будет особого дизайна Я всего лишь хочу вам продемонстрировать, как работают вот эти две краски для стемпинга Серебристая и золотистая Для этого я подготовила ногти, сделала белый фон и черный фон Для того, чтобы можно было наглядно посмотреть, как работают краски и на темном, и на светлом фоне Итак, поехали! Итак, вот наш результат На темном фоне очень контрастно, очень хорошо видно На светлом фоне, в принципе, тоже довольно хорошо видно Вот так чуть-чуть я прикрою Интенсивный свет Сейчас у меня просто немного отсвечивает Но, в принципе, и на белом фоне тоже хорошо видна краска В общем, краска хорошего качества Густоты достаточной, как мне кажется Но она довольно резко пахнет Вот Это не самый вонючий лак, который у меня когда-либо был Но все-таки пахнет довольно резко Имейте это в виду А отпечатки мне очень нравятся Гораздо лучше, чем цветные лаки для стемпинга Которые я в прошлый раз получила из этого магазинчика Вот серебро и золото могу рекомендовать Последний на сегодня дизайн будет очень простой Но, как я полагаю, довольно эффектный Дизайн будет на черной подложке Я уже подготовила ногти Буду использовать вот эту большую плитку от Born Pretty Store И вот этот вот мотив Штамповать я буду светло-голубой краской От марки El Corazon Это у них вышла новая серия краски для стемпинга разных цветов Вот сегодня будем использовать голубой И также будет мой любимый трюк Украшением блесточками точечно Я буду украшать центр каждого цветочка По одной глиттеринке, по одной блесточке Я буду выбирать отсюда синие блесточки Вот так просто и, на мой взгляд, очень эффектно и интересно выглядит этот дизайн После того, как вся эта конструкция просохнет Нанесите закрепляющий топ, чтобы защитить ваш рисунок Я пошла делать вторую уроку Большое спасибо вам тема за внимание Надеюсь, вам было интересно Надеюсь, вам было полезно Спасибо сайту BornProtestor за предоставленные всякие штуки-дрюки Мне все понравилось Я все считаю качественным И, в общем-то, могу посоветовать Если вам удобно заказывать Если вы хотите эти вещи То можно заказывать в этом магазине Качество мне понравилось И так все Всем спасибо за внимание Всех обнимаю Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok